всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале все в жизни связано сегодня я расскажу вам как связать вот такую вот сумку из крученной рафи который у которой вот такой вот красивый необычный узор и совершенно летний воздушный и прозрачный значит как я уже сказала выше сумка у меня связано из крученной рафи и но такую модель можно вязать из любой рафи и которая у вас под рукой можно вязать из рафи и спи можно вязать из фибро натуры можно любой фирмы но из крученной рафи и она пожестче и форму будет держать лучше значит что нам понадобится для этой сумки прежде всего рафия я вязала и скрученная она в пасмах но прежде чем начинать вязать ее нужно подготовить прям перемотать вот такие клубочки для того чтобы она не путалась и вязание у вас не затягивалась также нам понадобится крючок номер 4 я именно этим номером вяжу понадобится маркер для обозначения начала ряда и но понадобится игла с широким ушком для пришивания ручек и еще вот такие магнитные кнопочки 2 значит вяжется сумка быстро проблем никаких у вас связанием не возникнет пар что касается размеров значит по размерам очень такой пляжный вариант ширина ее 47 сантиметров а высота 32 сантиметра длина ручек 60 сантиметров значит мастер-класс этот будет не попетельный не полный не от самого начала до самого конца а конкретно как вязать вот такой узор что касается расчета петель я вам расскажу значит у меня донышко размером 25 на 12 сантиметров овальная это у меня здесь заготовка у у него у этого донышко отверстие 54 и для того чтобы нам выйти на необходимое количество петель мы должны будем обвязать донышко следующим образом вот у нас будет значит обвязка чередоваться в каждое отверстие мы будем вязать 3 петли 2 петли 2 петли 3 петли 2 петли 2 петли 2 петли таким образом чередуя обвязку мы выходим на количество петель 26 но так как рапорт у нас состоит из 10 петель 9 вот этого рисунка и 1 воздушная петля то нам нужно чтобы наше количество петель делилось на 10 без остатка поэтому к нашим 126 петлям мы должны с вами будем прибавить еще 4 петли в первом ряду когда мы будем уже обвязывать обычными столбиками без накида мы с двух сторон по бокам прибавим по 2 петли значит с одной стороны мы в одну петлю 2 провяжем из другой в одну петлю 2 провяжем и точно так же с этого края и по и таким образом мы с вами выйдем на необходимое количество петель 130 значит дальше я провязала три ряда столбиками без накида дальше у нас идет рисунок и снова три ряда столбиками без накида никаких проблем и никаких сложностей у вас не должно возникнуть значит те кто не знает как обвязывать заготовку донышко у меня был предыдущий мастер-класс где я вязала голубую сумочку я оставлю ссылку под видео и вы по тому мастер-классу сможете обвязать это донышко также для тех кто не умеет вязать ручки я оставлю две ссылочки одна ссылочка с голубой сумкой где я вот такие именно вижу ручки и вторая ссылка у меня будет с другой сумкой где вижу ажурные ручки вы выберете те ручки которые вам больше нравятся значит что касается самого рисунка как я уже сказал он состоит из 10 петель рапорт состоит и 6 рядов значит первый ряд вот я сделаю так чтобы вам было виднее первый ряд идет у нас с вот такими квадратиками затем у нас идет раз два три 4 5 5 рядов самого рисунка итого 10 петель и 6 рядов у нас рапорт нашего рисунка рисунок вяжется легко быстро и просто и проблем никаких у вас не возникнет а выглядит тем не менее очень очень даже неплохо значит любая сумка после вязания нуждается в отпаривании для того чтобы она приняла вот такой законченный красивый и ровный вид в принципе основное все рассказала можно приступать к вязанию удачного всем вязания и ровных всем петелек желаю что все у всех получилось и так коротко расскажу последовательность начала вязания сумки значит начинаем мы с донышка кто вяжет донышко из рафии оставлю ссылочку под видео кто вяжет из заготовки значит начинается с обвязки вот такой косички по периметру всех петель затем идет уже непосредственная обвязка донышко у меня донышко на пятьдесят четыре отверстия и чередуя количество петель в каждом отверстии я выхожу на практически на необходимое мне количество петель чередуя следующим образом значит три петли три столбика в одно отверстие два столбика в другое два столбика в третье снова три столбика в одно два в другое два в третье и так далее чередую по кругу обвязывая донышко таким образом я выхожу на сто двадцать шесть петель а мне для моего рапорта необходимо сто тридцать петель значит я еще провязываю три ряда обычными столбиками без накида где в первом ряду я вот с вот этих боковых сторон сейчас даже найду вот одна петля такая точнее столбики и вот вторая где я провязываю при бабочки значит с одной стороны при бабочку из другой симметрично располагаем и точно также с обратной стороны донышко тоже с одной стороны при бабочку из другой таким образом у нас прибавляется 4 петли и мы выходим с вами на нужное количество 130 петель значит количество от донышка столбиков без накидов то есть количество рядов вы определяете самостоятельно я провязала три и решила переходить уже к основному рисунку можете провязать больше можете сразу после первого ряда начинать вязать рисунок это как вам уже больше понравится и как вы захотите вот я провязала один уже рапорт сейчас попробую разложить чтобы было видно как начинает формироваться вот рисунок я провязала вот уже один рапорт все количество петель сошлось все как положено поэтому сейчас я вам буду показывать уже начиная со второго но он вяжется точно так же как если бы вы начинали вязать самого начала то есть начинать мы сейчас будем вот с таких вот столбиков с накидов через одну петлю и дальше будет идти у нас непосредственно рапорт состоящий из пяти рядов и дальше снова вот такие идут столбики с накидом через одну петлю так чередуется у нас будут чередоваться у нас эти рапорты значит я один рапорт еще сейчас с вами свяжу покажу вам как он вяжется и дальше будете вязать сумочку самостоятельно я не буду отнимать у вас много времени и останавливаться подробно там на элементарных моментах значит обязательно не забывайте во всех сумках своих которых у меня есть мастер-классы говорю что нужно маркером чтобы что видно было начало ряда отмечать но обычно он у меня один раз вот здесь вот прикрепленный висит я просто вижу где у меня изнаночная сторона и все а так как у нас здесь идет рисунок поэтому я в каждом ряду его переставляю перевешиваю чтобы не сбиться где у меня начинается следующий ряд итак начинаем я 2 рапорта вы 1 рапорт от столбиков без накида значит начинаем мы как я уже сказала с вот этой вот линии которая идет столбиками у нас с накидом значит провязываем я у меня уже он провязан один столбик с накидом а вы здесь просто провязываете в переходе между между столбиками без накида к столбикам с накидом провязываете просто 2 петли подъема по высоту это у вас будет считаться уже за один столбик с накидом далее мы провязываем одну воздушную петлю и через одну петлю провязываем столбик с одним накидом то есть одну пропускаем во вторую провязываем столбик с одним накидом 1 2 1 вот у нас вот такая клеточка с вами получается дальше снова воздушная петля и снова через одну провязываем столбик с одним накидом я думаю кто вяжет сумки уже знакомы с обычными столбиками за столбиками с одним накидом с двумя накидами так воздушная петля накид и через одну столбик с накидом вот такие клеточки у нас должны идти по всему ряду вяжем этот ряд дальше самостоятельно воздушная петля и столбик с накидом столбики должны располагаться но это у меня уже когда я провязала 1 раппорт то столбик над столбиком должен должен идти у вас сейчас они просто будут идти вот как у меня в первом ряду просто вот такие клеточки вот идти все вяжем самостоятельно этот ряд и так ряд из квадратиков мы с вами провязали и теперь приступаем к ряду который уже начинает формировать рисунок это вот этот вот ряд значит раппорт у нас состоит из 9 столбиков с накидом и 1 воздушной петли и того раппорт из 10 петель у нас стоит или 10 столбиков значит вот я перри переместила уже маркер и у меня уже первый столбик из раппорта связан значит что я делаю дальше теперь мы воздушные петли здесь не вяжем вяжем 9 столбиков с накидом с одним накидом 1 у меня столбик уже есть второй я вяжу серединку вот этой клеточки второй столбик третий столбик я вяжу над столбиком предыдущего ряда 3 4 снова серединка клеточки 5 над столбиком 6 снова серединка клеточки 7 над столбиком 8 серединка клеточки и 9 над столбиком вот у нас получилось 9 столбиков с накидом дальше мы провязываем вот такую пустую клеточку это значит мы делаем воздушную петлю и снова пропускаем одну петлю в средине клеточки и над столбиком провязываем столбик с накидом и так будем чередовать до конца ряда 9 столбиков в каждую петлю клеточка пропускаем снова 9 столбиков в каждую пропускаем значит первый вот этот уже у нас считается это первый провязанный второй в средину клеточки третий над столбиком предыдущего ряда четвертый в средину пятый над столбиком шестой посредине седьмой над столбиком восьмой посредине 9 над столбиком и далее у нас идет воздушная петля пропускаем одну петлю и над столбиком провязываем 1 столбик с накидом образуя клеточку вот такую вот у нас вот так будет идти этот ряд чередоваться 9 столбиков с накидом пропускаем петлю 9 с накидом пропускаем петлю вяжем этот ряд самостоятельно и так провязали мы ряд с вами до конца и второй ряд мы вяжем точно точно так же как и предыдущий то есть 9 столбиков с накидом воздушная петля 9 столбиков с накидом воздушная петля абсолютно точно так же вяжем второй ряд а в третьем ряду будут изменения я покажу какие вяжем самостоятельно каждый столбик с накидом вяжется над столбиком предыдущего ряда каждый над столбиком предыдущего ряда а воздушная петля над воздушной петлей предыдущего ряда вот я провязала 9 столбиков исключительно один над одним и воздушную петлю тоже над воздушной петлей продолжаем вязать так этот ряд мы тоже с вами провязали значит если не считать ряд который у нас идет с воздушными петлями то вот этот вот раппорт он у нас состоит из 5 рядов вот 1 2 3 4 5 мы с вами вот два ряда уже провязали значит третий ряд он будет отличаться от первых двух рядов и от последних двух рядов как мы будем его провязывать я значит рассказываю значит первый столбик с накидом мы уже провязали дальше вяжем второй столбик также один над другим 2 провязали а теперь пропускаем две петли и в третью провязываем 5 столбиков с накидом 1 сюда же 2 2 сюда же 3 сюда же 4 и в эту же петлю 5 дальше снова пропускаем две петли и в третью петлю провязываем столбик с накидом 1 и в следующую тоже столбик с накидом вот так у нас будет выглядеть третий ряд нашего раппорта дальше воздушная петля через одну столбик с накидом и наш квадратик над квадратиком готов и дальше по всему ряду повторяем то же самое первый столбик у нас уже провязан 2 провязываем столбик над столбиком и теперь пропускаем две петли и в третью вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 пропускаем две петли и в третью над столбиком вяжем столбик с накидом и над последним тоже столбик с накидом дальше идет раз клеточка поэтому вяжем воздушную петлю и столбик с накидом вот у нас получается центр вот такой наших рапортов все продолжаем этот ряд самостоятельно вязать точно так же и так центральный ряд провязан и следующие два ряда мы будем вязать так как вязали под предыдущие два ряда это 9 столбиков с накидом и 1 воздушная петля вяжем теперь столбики в каждую петлю не пропуская ее вот у нас уже 2 дальше следующая петля 3 4 5 6 7 8 и 9 дальше у нас должен идти квадратик поэтому мы провязываем воздушную петлю и столбик с накидом вот так у нас получается вяжем этот ряд и следующий одинаково точно так же у нас должно получиться 5 рядов 1 2 3 этот 4 что мы вяжем и 5 вяжем точно так же самостоятельно все вот рапорт у нас связан он у нас состоит из шести рядов первый ряд квадратики 5 рядов рисунка и теперь этот рапорт будем повторять с вами столько раз какую высоту сумки вы хотите для меня примерно будет достаточно 3 3 таких рапорта если вам хочется сумку повыше вы вяжете 4 соответственно значит следующим рядом у нас идут вот эти ряды с квадратиками с воздушными петлями вяжется он элементарно делаем воздушную петлю и через петлю первую пропускаем а во вторую провязываем столбик без столбик с накидом снова воздушная петля одну пропускаем и во вторую столбик с накидом провязываем столбик с накидом и таким таким образом у нас образуются вот такие квадратики все дальше нужную высоту сумки вы вяжете сами повторяя рапорт из шести рядов все вот я довязала уже сумочку смотрите у меня получилось именно три вот таких рапорта с рисунком вот 1 2 и 3 и начинала я после донышка тремя рядами столбиками без накидов и закончила точно также тремя рядами столбиками без накидов и соединительными петлями обвязала край сумки все сумка уже готова я ее отпарила она приняла вот такой красивый ровный законченный вид и тут даже уже карман вшила нее у меня двухцветный карман потому что у меня донышко там еще такое двухцветное и там я вам оставлю ссылочки по вязанию кармана где у меня в голубой сумку я мастер-класс писала мне там есть я рассказываю какие размеры кармана сколько петель набирать сколько рядов высоту и потом просто пришиваете и все получается очень даже удобно для мелких каких-то вещей значит осталось связать только ручки прикрепить на них кнопочки и сумка готова как вязать ручки я тоже не буду в этом мастер классе показывать потому что в той голубой сумке предыдущие это все подробно уже показала и рассказала а может быть вы хотите связать ручки каким-либо другим узором и у меня есть еще один мастер-класс где я вязала сумку из рафии испи в цвете розовый кварц я тоже оставлю вам ссылочку там ажурные красивые ручки так что выберите какие вам больше понравится свяжите ручки и пришьете длина ручек абсолютно разная может быть смотря какую вы захотите от 45 сантиметров это средняя длина ручек которую можно носить на предплечье либо уже 50 60 70 которую можно носить на плече я вижу ручки обычно 65 сантиметров у меня где-то по два с половиной сантиметра уходит на пришивание и остается чистая длина ручек у меня остается 60 сантиметров мне нравится и можно как на плече носить так и в руке и сумка не будет по земле теребаться поэтому это оптимальная высота ручек мне больше больше нравится вот все необходимые ссылочки по обвязыванию донышка по вязанию кармана и по вязанию ручек я оставлю вам в конце после видео а на сегодня у меня все сумка наша готова кому понравился этот узор кому понравился этот мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите колокольчик потому что в планах у меня еще несколько разных интересных моделей летних а на сегодня у меня все всем пока донышка а а а а Субтитры подогнал «Симон»